Сегодня мы рассмотрим основные принципы, на которых основывается работа незрячего за компьютером. С самого начала нужно понимать то, что все манипуляции, проводимые с компьютером, должны каким-то образом быть подтверждены. Либо звуковым сигналом, либо тактильной отдачей, либо голосовыми инструкциями. Незрячий за компьютером может работать несколькими способами. При помощи программ экранного доступа, либо при помощи бралевского дисплея, или комбинации этих двух составляющих. Для того, чтобы можно было осуществить данные манипуляции, нужно установить программу экранного доступа и подключить бралевский дисплей. Если же бралевского дисплея нет, то можно обойтись просто использованием программы экранного доступа. Причем обычно это хватает для полноценной работы. Если человек не занимается редактированием каких-то больших текстов, или работа за компьютером не связана с профессиональной деятельностью. Итак, первый принцип. Любая манипуляция должна быть подтверждена. Следующее. Незрячий человек в основном на 90% работает без мыши. Говорю на 90%, потому что есть несколько таких моментов, где мышь может каким-то образом помочь, но таких моментов очень мало. В основном, все происходит через управление на клавиатуре компьютера. Итак, второй принцип. Это работа без мыши при помощи клавиатуры. Третий принцип. Использование большого количества сочетаний клавиш. Так называемые горячие клавиши. Для того, чтобы совершать различные действия, как в самой операционной системе Windows, так и в программе экранного доступа, существует множество комбинаций клавиш. Это помогает быстрее выполнять какие-то действия, либо цепочку действий. Поясню. Для того, чтобы скопировать файл, можно воспользоваться несколькими способами. Обычно зрячий человек наводит мышку, нажимает правую кнопку, выбирает копировать, нажимает левую кнопку, либо просто зажимает кнопку и перетаскивает файл или папку в другое место. В случае же с тем, если человек не может воспользоваться мышью, да и в принципе, если человек хорошо знает клавиатуру, достаточно одного сочетания клавиш, чтобы выполнить данную манипуляцию. На клавиатуре нужно нажать всего лишь Ctrl-C, английскую. И файл скопируется. Открыть другую папку и нажать Ctrl-B. и файл или папка вставится в нужное место. Далее. Для того, чтобы перемещаться по элементам, папкам, файлам и элементам меню, используются курсорные стрелки. На клавиатуре это вверх-вниз, вправо-влево. При помощи этих стрелок пользователь перемещается по различным объектам. Но есть такие объекты, по которым нужно перемещаться клавишей Tab, табуляция. Таким образом, мы имеем пять клавиш для перемещения по меню. Как я сказал, четыре стрелки и клавиша Tab. Причем нужно понимать, что клавиши-модификаторы, а модификаторы это Ctrl, Alt, Shift, ну и клавиша Windows. Тоже может быть модификатором. Так вот, клавиши-модификаторы нажимаются вначале, удерживаются, и после этого нажимается нужная командная клавиша. Итак, мы нажимаем Shift, удерживаем, и нажимаем клавишу Tab, тем самым перемещаясь по элементам назад. Для того, чтобы открыть файл, папку, или выбрать элемент меню, нужно нажать клавишу Enter. Для того, чтобы отменить какое-то действие, либо выйти из меню, мы нажимаем клавишу Escape. Вернее, самое верхнее, левая клавиша. Я думаю, вы уже поняли, что существует большое количество клавиш, которые помогают облегчить пользование компьютером для незрячего человека. Более подробно об этих клавишах мы поговорим в следующих уроках. Хочу еще раз повторить три основные принципа, на которые базируется пользование компьютером для незрячего человека. Первый принцип. На каждую команду, либо нажатие требуется какой-то отзыв. Второе. В основном, незрячий человек не пользуется мышью. И третье. Незрячий человек всегда использует в работе клавиатуру и большое количество сочетаний клавиш. А на сегодня все. Всем спасибо за внимание.